Еще год назад сложно было представить масштабы новой двухуровневой развязки по улице Новосадовой. И вот наступил исторический момент. 130-тонный кран опускает на основание последнюю из 288 балок. Специалисты результатом довольны. Говорят, что за год удалось выполнить колоссальный объем работ. От бурения отверстий для свай до бетонирования и армирования. Строители даже скромно сравнивают свое творение с возведением Сокского моста. И хотя развязка на Новосадовой вовсе не мост, но работы хватает. Сейчас на данном объекте идут работы по устройству выравнивающих слоев, по устройству межбалочных швов. Только межбалочных швов на данном объекте порядка 10 тысяч метров. Монтаж одной балки основания занимает около полутора часов. Как отметили специалисты, основная сложность объекта – его криволинейный ход. То есть дорога на высоте делает небольшой поворот. Поэтому необходимо все тщательно просчитать перед тем, как балку уложат на опорную часть. Практически все строительные материалы для новой развязки производят в России. Например, части для основания изготавливают вблизи Тольятти. В одном пролете 16 таких частей. Между собой они соединяются бетоном на основании из арматуры. Чтобы залить все межбалочные швы бетоном на протяжении всего объекта, специалисты сделали порядка 166 тысяч заготовок арматуры. Такое огромное количество необходимо, чтобы обеспечить все 18 пролетов путепровода. После окончания основных строительных работ на развязке подрядчику останется обеспечить гидроизоляцию, покрасить основания и опоры, перенести инженерные коммуникации, благоустроить территорию и уложить свежий асфальт. Движение по путепроводу планируют открыть уже в этом году. А полностью объект протяженностью 575 метров будет готов к четвертому кварталу 2023-го. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok